Всем привет! Вы на нашем канале SeoQuick и мы сегодня поговорим про то, как наращивать первые просмотры для роликов на YouTube. Скорее всего, у вас есть свой YouTube канал или вы хотите его развивать и вы планируете дать вашему ролику огромное количество просмотров в первые дни. Вот вы не знаете, как это сделать. Вроде вы снимаете ролик, но у вас всего там 20 просмотров, 30 просмотров и они больше не идут. Что же делать? В этом видео я постараюсь детально рассказать все элементы про то, как нужно наращивать первые просмотры. Как мы знаем, основные факторы ранжирования в YouTube 2 это новизна выпускаемого контента и соответствие контента поисковым запросам и ожиданиям. То есть YouTube ранжирует ваши ролики по поисковым запросам и ожиданиям. И у него есть свои внутренние факторы ранжирования, немного отличные от Google, а не такие привычные, как в Google. Да, YouTube отдает приоритет, конечно же, новым роликам. Новые ролики у него идут в приоритете. То есть если вы посмотрите яркий пример сейчас, вот мы сейчас проверим в нашем YouTube, поищем любой поисковый запрос, выберем там, не знаю, пример, там Украина, к примеру, и посмотрим все ролики. В ней будет все иметь тег новинка. Как вы видите, большая часть роликов имеет тот самый тег новинка. То есть приоритет отдается новым роликам. Вы можете заметить, что у некоторых роликов огромное количество просмотров, потому что они в теге вылихают первыми. Но обычно это каналы-миллионники. А что если у вас канал-миллионник? Вы можете попасть по тегам новинка? Да, можете, но по таким запросам очень есть высокая вероятность, что вы будете где-то внизу. Возьмем, допустим, какой-нибудь другой запрос. Например, возьмем там Киев и посмотрим. Вот здесь много-много-много-много просмотров. Как вы видите, ну вот если уже листать гораздо ниже, то можно найти ролики, которые имеют тег новинка, но запросы имеют все уже меньше и меньше. Хотя встречаются и миллионники. Ну вот, пожалуйста, Том Круз прилетел на Киев в переговоры с Зеленским. 281 просмотр. И при этом рядом 10 тысяч просмотров, как вы видите. Но это уже не новинка. То есть, как вы видите, ролики и новинки, они, конечно, не гарант большого количества просмотров. Но новинки получают приоритет в показе. Конечно же, сочетание новинки и сочетание большого количества подписчиков, это гарант то, что у ролика будет огромное количество просмотров. Но новинка это фактически шанс того, что ваш ролик выйдет первым в списке. То есть, если, например, вывести чисто ролики, которые вышли за сегодня, вывести только новинки, то есть, чтобы мы увидим, что некоторые новинки имеют небольшое количество просмотров, при этом рядом могут быть новинки, которые могут иметь огромное количество просмотров. Вот здесь всего один просмотр, нет просмотров вообще еще, видите? То есть, в целом, вот ролики, которые вышли за сегодня, вот 13 тысяч просмотров. То есть, как видите, фактор ранжирования идет не по количеству просмотров, а по определенному показателю новизны и актуальности этих роликов. При этом количество просмотров не всегда является важным фактором. Но количество просмотров является важным фактором для ранжирования вашего канала в целом, для наращивания мускул, для наращивания подписчиков, и чем больше вас смотрят, тем лучше. Вот эти заветные просмотры нужно всегда нарастить. У вас не так много методов для наращивания просмотров для видео. Первый метод – это, конечно же, оптимизация ролика под поисковые запросы. Вы не можете продвинуть ролик, если изначально тема не популярна. Это факт. Если тема не интересна, не популярна, и она не генерирует трафик, вы, скорее всего, не сможете продвинуть этот ролик. Яркий пример. Как проверить трафик запроса? Конечно же, можно его проверить банально в Яндекс.Вордстат. Если уже так банально говорить, можно проверить в Яндекс.Вордстат популярные запросы. Второй способ проверки – это, конечно же, планировщик ключевых слов. Оба метода относительны, они не говорят реальную статистику в Ютубе. Более того, вы понимаете, что в Ютубе еще важен понятие популярности – это трендовый запрос. Тренды, конечно, можно посмотреть легко в Google Trends. Для этого заходим в «Тренды Google» и можем проверить любой запрос в Google Trends изначально. Например, пишем, например, «Том Круз». Смотрим, актуальна ли тема на сегодня. Да. Ну, точнее, нет. В последнее время не популярна. Давайте посмотрим, как «Том Круз» – актер, популярен, допустим, в Украине. Пик популярности Тома Круза, как вы видите, держится ровно. То есть, у него приходился на декабрь 2018 года и сейчас идет на спад. То есть, если мы возьмем, допустим, банально планировщик ключевых слов, зайдем в него и попытаемся посмотреть. Так, так, так. Ага. Старый планировщик уже больше не работает, поэтому нам нужен новый планировщик. Мы сейчас зайдем на новый планировщик ключевых слов и, конечно же, посмотрим. Ага. Зайдем в наш AdWords аккаунт. Итак, мы находимся в планировщике ключевых слов. Давайте проверим тренды любых из наших запросов и посмотрим их прогнозы. Допустим, «Том Круз», давайте. «Том Круз». Вот мы взяли эту тему и давайте проверим ее. «Том Круз» популярность никакая. Видимо, он не умеет. То есть, вы видите, что вы не можете проверить даже популярность банального запроса «Том Круз». Давайте посмотрим другие методы. Ага. Как вы видите, «Том Круз». Вот популярность запроса. И вот его тренды. Вы можете увидеть, как меняются тренды в зависимости от времени суток. То есть, от месяца, то есть, при наведении, вы можете увидеть, как с сентября 2018 года росла популярность той или иной тематики. То есть, можно, в принципе, прогнозировать планировщик ключевых слов, тренды в Google AdWords и, соответственно, смотреть. То есть, можно выбирать любую из тем. Смотри, как люди правильно ищут. Как вы видите, «Том Круз» фильмы популярность меньше. Хотя нет, «Том Харди» больше популярен. То есть, вы можете, в принципе, проверить большую часть популярных актеров. То есть, непосредственно здесь можно делать фильтр, например. Можно поискать конкретно «Том Круз». Текст ключевого слова, например. Текст ключевого слова содержит «Том Круз». И посмотрим, собственно, все запросы, которые содержат слово «Том Круз». Можем посмотреть. И видим вот реальную статистику популярности разных запросов. То есть, если вы хотите снимать ролик про Тома Круза в данный момент, на волне популярности, что он, допустим, приехал в Украину, вы можете снять любой из них, зная, что это его реальная популярность. И, как вы видите, она в какие-то моменты может падать. Какие-то запросы могут быть на тренде подъема, какие-то могут падать. Поэтому следите за этими пунктиками, потому что если запросы становятся менее популярными, трафика в них мало, мы говорим, что ваш ролик соберет меньше всего просмотров. Поэтому это очень важно. Смотреть всегда популярность. Google Trends однозначно полезен тем, чтобы оценить в среднем популярность. Например, мы возьмем банально сериал «Очень странные дела». Если вы решили вдруг снять обзор, допустим, банального сериала «Очень странные дела», вы можете увидеть тренд его популярности. Он приходится обычно на начало его сезона, когда он выходит, и потом начинает спадать. Соответственно, если вы решите вдруг снимать сериал в тот момент, когда тренд падает, и вот видите, он недавно начал расти, потому что анонсировали новый сезон. То есть, очень важно следить за трендами. Тренды определяют пики популярности, когда ролики нужно снимать. То есть, следить за трендами нужно. Нужно подписываться на тренды, нужно за ними следить тщательно, потому что по факту тренды лучше рассматривать именно в перспективе в течение месяца, потому что пики роста популярности, падения популярности, просто вы можете этот момент пропустить, когда он начинает набирать обороты, и в этот момент нужно уже снимать ролики, нужно за этим следить. Google Trends в этом плане оптимален для того, чтобы отследить вот эти растущие моменты популярности для съемок видео. Итак, мы уловили. Первый успех для того, чтобы ваш ролик набирал просмотр, он должен быть трафиковым и тематика должна быть в тренде. Не старайтесь снимать то, что не популярно. Например, если бы я захотел снять ролик про линкбилдинг и рассказал бы про арендные ссылки, я уверен, что меня бы не смотрели. Если вы читаете обратное, напишите в комментариях. Но по факту вы бы не смотрели бы сейчас ролик про арендные биржи ссылок. Почему? Потому что они не популярны, они не востребованы и их тренд ушел. Почему бы не проверить? Давайте проверим. Биржа Sape в Google Trends. Смотрим. Sape.ru и смотрим. Он даже не знает. Sape.ru давайте, допустим, за 12, за последние 5 лет. Он так не знает. Сапа, Сапа, тема. Арендные ссылки, он даже не знает. Арендные ссылки, поисковый запрос. Давайте весь мир. Смотрите, видите, даже не популярна тема. Он не знает эти данные. Ну, как вы видим, тренд был какое-то время, в 16-м году и потихонечку начал сползать. Давайте проверим Миролинкс. Мы видим, что за последние 5 лет потихонечку рейтинг ее падает. Соответственно, снимать ролики про биржи ссылок я бы не стал. Причина банального падения просто популярности. Также можно проверить трафик в Google AdWords и посмотреть реальный трафик, есть он или нет. Возможно, его просто уже нет и вы на этой теме опоздали. То есть, снимать про то, что нет смысла снимать, я не рекомендую. Следующий пункт – это оптимизация вашего ролика под ключевые запросы. Если вы планируете продвигать ролик, вы должны оптимизировать ему ключевики. Я про это рассказывал в прошлом, сейчас покажу это своими руками, как это делается. Для того, чтобы свежий ролик набрал просмотры, вам нужно прописать ему обязательно теги и заголовки. И поехали. Сейчас мы это сделаем. Зайдем в любой один из наших роликов. Заходим в творческую студию. Выбираем любое видео. Вот Яндекс.Директ для новичков. Давайте вот мы с этим роликом и разберемся. Вот у нас есть описание. Яндекс.Директ для новичков. Давайте проверим этот запрос. Яндекс.Директ для новичков. Так, там Круза нужно удалить. Яндекс.Директ, 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 настройка Яндекс.Директ. Как мы видим, что самые популярные запросы в этой теме у Google AdWords. Давай добавим фильтры и Директ. Ключевое, текст ключевого слова содержит Директ. Директ, Яндекс.Директ, Яндекс.Директ, настройка Яндекс.Директ. Вот на пике популярности. Промокод Яндекс.Директ, настройка Яндекс.Директ. Вот, собственно, берем вот этот ключ, настройка Яндекс.Директ. Первый наш ключ, который мы берем за основу. Настройка Яндекс.Директ. И смотрим из спектра ключевых слов, какие теги существуют. Как настроить Яндекс.Директ. Сама настройка Яндекс.Директ. Настройка Яндекс.Директ самостоятельна. Для удобства мы подсветим только там, где. Обучение Яндекс.Директ. Яндекс.Директ с нуля. Яндекс.Директ. Настройки Яндекс.Директ, настройка Яндекс.Директ, настройка Яндекс.Директа. Яндекс.Директ 2019, настройки Яндекс.Директ, директ обучения. Как вы видите, Яндекс.Директ самому. Яндекс.Директ 18 уже не надо. Яндекс.Директ видеокурс. Смотрим Яндекс.Директ настройка. Учтите, перестановка слов тоже очень важна. Яндекс.Директ. Смотрим Яндекс.Директ и Россия. и следим яндекс директ bm даже до сих пор популярен у меня здесь rsi яндекс директ яндекс директ новичку обучение яндекс директу яндекс директа снова как вы видите тегов уже много все я уже увидел что тегов стало много здесь можно смотреть на каждый тег который есть как его тренды популярность за 30 дней оценка конкуренции очень удобно плагин шикарен поэтому давайте мы сейчас уберем какие-то ключи которые нам не нужны которые возможно попали по ошибке нам наше целите один символ давайте какой-то вот это вот уберем я россия яндекс директ 19 и теперь берем смотрим яндекс как настроить яндекс директ для новичков обучение 2019 обучение 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 так 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 и теперь наша задача большую часть тегов обыграть в тексте вот наши все теги мы теперь на них смотрим и работаем с ним непосредственно этом видео я расскажу как и у нас как настроить яндекс директ самостоятельно учтите каждое слово обучение мы выносим отдельно здесь берем с нуля 2019 обязательно нужно обыграть в тексте обязательно то есть те все теги которые мы сейчас собрали настроить настрою настрою берем слова форма обучение у нас уже есть самому как видите все эти слова которые я выбрал рс я тут у нас встречается основы то есть вот уникальные слова которые нужно теперь обязательно сделать обучение яндекс директ настройка поисковой рекламы и россия после этого видео курса вы сможете сможете самостоятельно здесь самостоятельно мы меняем на слово самому настроить себе рекламу рекламном кабинете окей и вот наше слово теперь вот здесь мы сделаем актуален на 2019 год вот теперь после того как мы сохраним этот ролик тот момент когда он будет выпущен он получит гораздо больше позиций почему потому что я обыграл все теги так мы его сейчас вот мы сохранились она нужно убрать все-таки один теперь мы можем сохранить сейчас мы не видим реальные позиции потому что этот ролик не загружен соответственно когда он выйдет эти позиции будут видны как вы видите с тегами работать несложно и очень важна связка тегов заголовка и первых строк описания вот то что вы видите в первом экране это фактически вот эти слова они нужны для того чтобы оптимизировать ваш ролик под запросы соответственно если вы планируете продвигать в ю тубе вы грамотно должны подобрать теги которые имеют трафик под них снять ролик и самое важное сделать так чтобы заголовок первые строки описания и ваши теги соотносились друг с другом то есть ролик должен быть про какую-то одну четкую тему никогда не пытайтесь распыляться и все втулить в одно видео хочется конечно увеличить хронометраж но люди не любят смотреть видео про все их интересует одна узкая тема разжеванная до мелочей мы для этого смотрим обучающиеся видео информационные ролики новостные сюжеты нас интересует не дайджест а какая-то разбор какой-то важной новости если мне нужно следующая новость я посмотрю следующую новость это особенность ютуба в отличие от телевизора вы смотрите только то что хотите и youtube предлагает это поэтому очень важно старайтесь когда формируете свой контент затачивать этот ролик под конкретный запрос если вы рассказываете топ 5 популярных сервисов там для накрутки в youtube пожалуйста расскажите про эти пять сервисов все за и против и почему именно вы их считаете если вы снимаете ролики так напишите в комментариях если вы снимаете ролики по другой системе тоже напишите в комментариях думаю в нашей аудитории будет полезно услышать ваше мнение и так мы уяснили относительно того что ролики должны быть заточены под трафиковой запросы и как их оптимизировать но вопрос где брать эти заветные просмотры в первую минуту если у вас нет подписчиков если у вас нет канала привлечения вот вы нулевой канал у которого мизер подписчиков просто их нет например что же тогда в таком случае делать в таком случае вам нужно обязательно настраивать платную рекламу платную рекламу можно настроить двумя методами первый метод который существует это adwords adwords в этом плане конечно же оптимален и здесь он дает гораздо большое количество возможностей настройка видеорекламы в adwords позволяет привлечь аудиторию официально на вашу рекламу то есть вы можете не сильно заморачиваться и привести благодаря настройке рекламных кампаний просто трафик прямо из youtube при помощи огранили самого сервиса youtube непосредственно свой канал если мы зайдем на наши видео кампании посмотрим как мы накручиваем рекламу можно посмотреть какие видео у нас работают и по каким видео мы получаем трафик то есть допустим мы возьмем диапазон за последние 7 дней вот мы сейчас активно начали раскручивать видео и можно посмотреть собственно какие ролики нам дают просмотры где наибольший коэффициент просмотров то есть какие ролики у нас лучше всего работает как вы видите активно нужно вкладываться в adwords и пиарить их выбирать разные методы например раскрутки ваших роликов если вы берете например ролик вы должны учитывать in stream discovery и тому подобные методы привлечения трафика in stream хорошо работает если вы собрали огромный список каналов на которых вы показываете свою рекламу то есть и непосредственно на них можно откручиваться если вы посмотрите допустим таргетинге там допустим ваших роликов обязательно обращайте внимание где показывается ваша реклама на каких каналах ее видно то есть и соответственно если вы смотрите там по своим местам размещения тоже просматривайте какие каналы вам дает больше всего просмотров и подписчиков очень важно следить за коэффициентом просмотров за среднюю стоимостью просмотров некоторых каналов она может быть достаточно высокая вот например некоторые каналы могут давать неплохие результаты то есть например там название канала то есть так у нас места размещения мы здесь можно отсортировать размещение содержит допустим стас быков мы можем посмотреть сколько просмотров было на канале стаса быков странно он что-то ничего не хочет у нас видеть хотя странно я только что его видел оригинально так видит так не видит то есть фактически настраивая свою рекламу вы можете настроить таргетинг на те площадки где вам интересно показываться и получать просмотр непосредственно оттуда что очень удобно потому что можно найти тех самые каналы на которых больше всего вы ловите подписчиков просмотров то есть где хороший коэффициент конверсии здесь для этого удобства нужно выводить столбцы например можно сделать рекомендованные столбцы здесь вот по ютубу вот в частности так процент просмотра видео и здесь вот наши конверсии подписчики должны выводиться раньше были сейчас их не видно доля вовлеченности раньше были подписчики теперь просто нет до подпис подписки раньше выводилась сейчас не выводится ну скорее всего мы будем выводить по такому показателю по среднему проценту просмотра и можем просмотреть где был наибольший просмотр видео на каких каналах и на каких видео то есть можно посмотреть какие ролики на каком канале давали наибольший процент просмотра то есть вы можете отсортировать те ролики которые досматривались до конца на каких каналах то есть например какой ролик на каком канале работает лучше можно отсечь все не нужно, но смотрите, очень важно за самим количеством, чтобы количество было тоже достаточно большим, и вливайте все средства в эти направления, то есть, соответственно, когда вы будете делать подобную работу, однозначно следите за этим показателем коэффициент просмотров, стопроцентные просмотры и вовлеченность, вовлеченность аудитории однозначно нужно просматривать. И, конечно, следите за среднюю цену за просмотр, потому что средняя цена за просмотр может быть большой может быть маленькая как видите стоимость просмотра зависит от большинства факторов разных фактов в первую очередь конкуренции и слишком низкая цена просмотра есть очень высокая вероятность что скорее всего в местах размещения вы показываетесь где-то на каком-то мусоре типа как на мобильных приложениях там может быть очень мало либо на сайтах каких-то в качестве преролла то есть что тоже нужно постоянно исключать то есть по факту все сайты мобильные приложения кроме youtube каналов там я считаю что это однозначно нужно убирать потому что вы рискуете но просто терять просмотры на пустом месте собственно вот мы их берем исключаем из компаний собственно что для того чтобы на них не тратить все свои усилия на будущее следите во дворце где вы будете тратить свои денежки кровные где вы уловите подписчиков где вас не смотрят следите за коэффициентом просмотров обязательно потому что в противном случае вы рискуете сливать деньги и не получать подписчиков а реклама достаточно может обходиться дорого и в этом плане однозначно я рекомендую чтобы вы следили за коэффициентом просмотров за средней ценой просмотра и процентом просмотра видео если ролик не после рекламы не просматривается на канале вероятно канал не целевой и теперь поговорим про подводные камни дворца у дворца есть серьезные подводные камни которые возможны мало кто знает первый подводный камень это долгая модерация модерация некоторых роликов может занимать до суток то есть если вы можете залить рекламу вчера сегодня она еще может не запуститься если вы залете рекламу в пятницу в субботу воскресенье она не запустится она запустится в понедельник в конце дня яркий пример вы можете вечно смотреть на вот эту картину когда вы смотрите объявление в статусе и смотрите статус объявления и вот здесь вы можете видеть на рассмотрение то есть вот так вот на рассмотрении вот здесь уже может быть несколько дней и вы можете на это смотреть писать техподдержку они будут говорить вам что да мы стараемся мы смотрим видео но она будет долго на рассмотрении это такая особенность здесь долгая модерация второй момент когда вы просчитываете стоимость каждого ролика вы должны учитывать ндс стоимость рекламы вы должны понимать что в adwords вы платите сначала за рекламу а потом с вас списывается ндс поэтому все цифры которые вы видите уже сразу в уме добавляете 20 процентов или за какой у вас ндс какой у вас аккаунт поэтому однозначно ндс нужно учитывать если вы тратите 4000 рублей значит их 5 учтите это когда вы просчитываете расходы на свою рекламу счет за ндс приходит внезапно вы смотрите на него круглыми глазами но это составная часть рекламы то есть платите 5 а в итоге с вас списывается там пусть им тысячи и у вас остается там там чуть меньше тысячи остается 4 с хвостиком на оставшуюся рекламу поэтому ндс нужно учитывать третий момент он применим для россии почему для россии в других странах этого этой проблемы нет согласно российскому законодательству любой видеоматериал должен сохранять на себе возрастную метку это не возрастная метка в заголовке это не возрастная метка в описании как его иногда пишет там ролик там 18 плюс там там такого плана 6 плюс 0 плюс нет к сожалению это возрастная метка на протяжении всего видео что это значит это значит что если вы планируете крутить свой ролик в рекламе у вас должна быть вот такая миленькая маленькая плашечка то есть если вы смотрите ролик вы видите вот этот маленькую 18 плюс она должна быть на протяжении всего ролика то есть в момент монтажа ролика вы должны поставить эту плашечку 18 плюс в уголочек если вы этого не сделаете показы по россии будут заблокированы и вы можете хоть трижды объясняться тех поддержки если у вас там эта плашечку плохо видно если это плашечка не четко если эта плашечка замылена вы не пройдете ручную модерацию и вам нужно будет перезаливать ролик вам нужно будет перри монтировать и перезаливать его это то что вы должны знать плашка 18 плюс для российского youtube рынка если вы планируете продвигаться по рекламе от badwords обязательно она может быть некрасивой может мозолить глаз но она должна быть она должна быть в каком-то углу вы ее поставьте и она должна присутствовать это российское законодательство иначе у вас ничего не выйдет следующий фактор ранжирования про которые мы поговорим который помогает ролику закрепиться и набрать просмотры это конечно же время ролика про это все забывают я со многими общаюсь с клиентами и они иногда делают ролики которые имеют слишком короткое время просмотра смотрите обращаем внимание что youtube воспринимает ролики по-разному то есть по факту чем короче ролик тем больше нужно просмотров для того чтобы он удержался для того чтобы он попал в тренды у него должно быть 50 тысяч просмотров например для россии в частности то есть он должен набрать 50 тысяч просмотров за короткий промежуток времени и тогда он попадет в тренды ну там он будет держаться в течение дня если вы умудритесь получить такое количество просмотров в первый период времени вы можете попасть в тренды по определенной тематике почему бы и нет но а если у вас этого не получается начинающий канал вам тренды не светят вам светит скорее всего поисковая выдача релевантные видео и главная страница youtube это то откуда можно действительно брать первые просмотры подписчики то есть для того чтобы попасть туда у вас должны быть ролики соответствовать определенным критериям короткие ролики однозначно в этом плане проваливаются почему потому что их мало смотрят по единице времени на них нужно гораздо больше людей чтобы этот ролик посмотрели никто не будет его смотреть по 500 раз для этого он должен быть вирусным каким-то с приколом каким-то гэгом каким-то мемом но тогда он насобирает там сотни тысяч просмотров там им поделятся его посмотрят своими друзьями то есть на одного человека посмотрят еще 20 его друзей потому что он будет разослывать это называется вирусность но чаще всего мы смотрим не вирусные видео мы чаще всего смотрим обучающие видео информационные видео новостные видео развлекательные видео и в этом случае обычно мы редко делимся просмотренным контентом мы чаще его просто смотрим мы его находим и смотрим и редко делимся мы можем лайкут прокомментировать но мы не делимся мы делимся мемами приколами пушками какими-то там шоковым контентом но обычными роликами которые имеют коммерческую направленность там информационную направленность мы обычно не делимся поэтому ролик нужно чтобы на одну единицу посетителя давал больше времени и как показывает мое исследование смотрим большая часть роликов имеют определенную длину хронометража по запросу допустим запчасти авто мы видим что средний хронометраж достаточно длинный больше 10 минут некоторые ролики которые имеют огромное количество просмотров имеют просмотры имеют большее время то есть как мы видим где-то в среднем 12-15 минут то есть если мы возьмем допустим запрос SEO продвижения и увидим какая длина этих роликов видим 19 минут то есть мы можем увидеть там соответственно даже времени показывает заглючил наверно надо его обновить не справляется то есть если мы посмотрим на каждое видео из этого списка они достаточно длинные это 1.52 это наш ролик 23.38 то есть если мы будем смотреть а вот подгрузилась время 25 минут 35 минут 23 минуты час 30 44 так вот для того чтобы за снимать ролики вы должны снимать ролики среднего хронометража такого же как оно и есть то есть если возьмем ролик что работает в SEO SEO возьмем этот запрос вы увидите что есть два ролика по одному и тоже может ключу но мой ролик ранжируется выше чем ролик этого парня потому что он длиннее он собирал за ту единицу времени сколько он вышел гораздо больше просмотров чем ролик этого парня собственно если вы посмотрите разницу между этими роликами увидите что в моем контент он более свежий можно сказать там круче монтаж нет дело не в монтаже дело в том что я в ролике рассказал более свежую информацию его ролик уже на год отстал я рассказал более свежую информацию обновил ее соответственно третий рецепт для того чтобы снимать ролики чтобы не набирали просмотр снимайте ролики про то что уже рассказали не бойтесь снимать про то что уже сняли снимайте даже про то что уже было рассказано просто снимайте про то что рассказали несколько лет назад год назад где информация устарела где к информации можно было присобачить допустим 2018 год а вы уже снимаете актуальную для 2019 года поэтому снимайте контент свежий актуальный для данного периода времени гарантированно смотрите этот ролик насобирал 70000 просмотров мой ролик насобирал уже почти 10 процентов из этой суммы за 4 недели то есть если так подумать он будет работать дальше продвигаться этим же методом дальше то он насобирает еще больше просмотров что это значит это значит что youtube ранжирует такие ролики также хорошо так как и старые которые занимают топ и отдал приоритет моему новому ролику так как он был в определенное время новинка но так как его начали охотнее смотреть чем старый ролик старый сдвинулся поэтому нет такого понятия конкуренция в ю тубе снимайте свежие снимайте свежую актуальную информацию даже если вы знаете что кто-то снял ролик лучше снимите вы лучше снимите свежее свежите интереснее постарайтесь поинтереснее рассказать если у вас есть youtube канал напишите в комментариях как вы снимаете ролики какой у вас канал чем вы занимаетесь как вы ищете идеи для новых роликов поделитесь этим будет очень интересно если же вы не знаете как снимать у вас творческий ступор вы не знаете что сказать как подойти к съемке своего youtube канала тоже напишите мы можем комментариях вместе обсудить и выйти из сложной ситуации это очень важно потому что молодым каналам очень трудно развиваться они не знают как снять первый ролик как набрать первый просмотр как набрать первую тысячу подписчиков самое сложное первая тысяча подписчиков и сложнее всего набрать накручивать ничего не надо и теперь мы переходим ко второму виду способу получения просмотров это сервисы по посеву про сервисы по посеву можно найти множество информации в ю тубе я в частности также в ю тубе про них и нашел я не пользуюсь сервисами посева скорее всего может быть попробую расскажу свой обратный фидбэк работает это или нет на примере нашего канала будет так что следите за нами я думаю в следующем ролике расскажу результаты как сработал посев покажу вам даже результаты как мы это сделали и на текущий момент сервисов для посева существует не так много сейчас мы по ним пройдемся из тех которые нашел это видео сид видео сид предлагает зарегистрироваться рассказать аудитории и работает принципе я про них узнал из сервисов youtube про него в принципе идут определенные хорошие рекомендации возможно мы даже его попробуем и проверим как он работает то есть в целом в презентации можно будет посмотреть ее как она работает ага здесь просто идет презентация самого сервиса самого кабинета без регистрации не увидеть ну жаль я бы хотел посмотреть его вживую изнутри то есть без регистрации так не посмотреть второй сервис вибум аналогичный то есть для посева вы закидывайте компании у них есть определенное сотрудничество с площадками да про вибум я слышал то есть размещаются посты в пабликах которые сотрудничают с сервисом вибум они получают определенные деньги которые вы платите сервис получает комиссии как она работает то есть ролик размещается в контенте в ленте то есть соответственно преролы преролы то что получается просто youtube я бы в принципе вот пробовал бы вот этот формат почему потому что неплохо размещать рекламу на пабликах которые вас интересуют то есть сотрудничать с пабликом выбрать паблики и сотрудничать с ними напрямую не напрямую а через биржу знаю что не надо возиться с дополнительными оплатами то есть если вам два десятка пабликов то нужно с каждым договариваться тратить время если сервис может сэкономить его по поводу следующих сервисов я вот собственно про него узнал вот на форуме search engines guru вот про вибум собственно говорят даже вот все говорят что вибум неплохой не могу ничего сказать про вибум попробую если вы пользователи с вибумом обязательно мне напишите я буду рад услышать вашу обратную связь хорошая площадка плохая крутите вы свои ролики там не крутите поделитесь в комментариях будет очень интересно услышать ваш фидбэк ну наверное попробуем два этих сервиса и либо один из них попробуем как они работают и дадим тоже свою оценку этих сервисов как вы видите методов продвижения youtube каналов не так много ну еще есть такой третий вариант конечно если у вас есть сайт большая email база у вас есть трафик на вашем сайте вы можете привлечь свой свою аудиторию непосредственно на ваш канал при помощи банально email рассылки и банально пуш уведомлений для того чтобы воспользоваться сервисом пуш уведомлений вы можете использовать любой из них например тот же one signal или там любые другие из этих сервисов для email рассылок любой там mailchimp mailgen мы пользуемся mailgen в частности кто-то пользуется mailchimp и рассылайте свежевыходящий контент непосредственно напрямую вашей аудитории еще один способ доставки контента это конечно же ваши паблики и ваши чат каналы это telegram каналы они должны быть достаточно раскручены должна быть активная нативная аудитория которая с вами активно общается и рассылать вы можете сообщение непосредственно в telegram каналах и в публикуя публикациями в ваших соц сетях в том же твиттере в том же фейсбуке и следует помнить что нужно даже чуть-чуть помогать вашим публикациям чуть-чуть их даже в рекламу кидать чтобы они были видны то есть на проявлечение первых просмотров не так много сервисов есть google adwords который дает просмотре но вы помните что они не дадут просмотры в первые дни выхода ролика никак не будут потому что модерация займет этот несчастный день у вас есть посев который можно в принципе запустить в момент выхода ролика и он может дать просмотры в первые 24 часа мы попробуем скажем свое мнение как оно работает в принципе выглядит очень вкусно потому что можно зайти в паблики миллионники тема вашей тематики и покидать ваши ролики почему бы и нет ролики это лучше работать чем платная реклама посев допустим платных ссылок сработает гораздо хуже чем посев видеоролика это факт третий вариант конечно можете сеять сами ручками краудмаркетингом на форумах но про про первые просмотры 24 часа можно забыть потому что у вас краудмаркетологи тогда получается должны работать просто ночью утром днем и вечером для того чтобы это сработало успешно чтобы вы быстро успевали свеж запубликованный ролик сразу кидать в работу если такие у вас есть то вам повезло нет ну с форумами все довольно печально сейчас на данный момент они не так хорошо работают и собственно я не могу сказать что это очень успешный кейс спамить роликами на форумах но не так хорошо работает соцсети в этом плане гораздо интереснее ну и конечно же это уведомление это ваша наработанная аудитория это push уведомления это email рассылки это работа с вашими каналами и если у вас есть здесь базис то вы можете действительно пропиарить ваши ролики в первый период первые 24 часа считается золотыми для раскрутки ролика если в это время вас посмотрело наибольшее количество людей ролик может выйти в тренды ролик может дать закрепиться надолго на первые 28 дней в топе и потом возможность с него так и не вылезти и остаться там надолго если ролик вы сняли хороший у него хорошее удержание я совсем забыл сказать не снимайте ерунду снимайте ролики которых хочется смотреть которые хочется обсудить которые хочется обсудить в комментариях если вы снимаете ролики а вас не смотрят напишите в комментах будет очень интересно что не так то есть можем даже разобрать ваши ролики посмотреть их да у вас будут просмотры и дать вам мнение по вашим роликам прямо вместе сейчас почему их не досматривать до конца если у вас еще возникли вопросы обязательно спрашивайте меня я на комментарии отвечаю также следите за нашими подкастами мы одни из немногих фронете которые ведут подкасты по seo-продвижению в контекстной рекламе так что подпишитесь ссылочки в описании не забывайте читать наш блог и до новых встреч